Да, я помню, что у меня два года назад был квадрокоптер, и я его пускал с этого холма Потом я решил, что мне он... Ну, в общем, я его сдал обратно в магазин, потому что дороговато мне было Да и он снимал, у него камера была фиксирована под определенным углом 45 градусов То есть снимать им можно было только под углом землю 45 градусов, и мне это не нравилось Ну ладно, я на холм залез, без квадрокоптера обойдемся, потому что военная база еще нахер арестуют Короче, вот такая вот холупа, вот такой таунхаус, он стоит где-то, наверное, сейчас около полумиллиона долларов Может быть, 400 тысяч долларов Вот такая холупа отдельная, точно там полмиллиона долларов, а может даже больше, там 600 тысяч, да, хрен знает В общем, цены неимоверные, люди впрягаются на всю жизнь в кредит, и это выплачивает Потерял работу, ну, если ты крутой, замечательный специалист, найдешь новую, все хорошо Если не нашел, если ты там какой-то редкий специалист, то ты можешь его лишиться Его надо тогда срочно продавать, или ехать в другое место покупать, такой же, если ты привык жить на широкую ногу Или снять что-нибудь вот поскромнее, вот такую холупу То есть доступного жилья тут специально не строят, чтобы бедным было тяжелее Типа они должны жить в коробках, исчезать, а потом приезжать и убирать за всеми говно Я говорю, ребята, не вздумайте в России построить вот такое уебище Короче, вот это под застройку, то есть тут уже проложена ливневая канализация Все очень досконально вымеряется теодолитами Латиноамериканцы все строят, в основном они тут гастарбайтеры Куча всякой техники Я это все покажу отдельно как-нибудь Здесь вот сейчас уже все под застройку, участки все уже разделены Просто они строят участки по мере покупки домов То есть ты покупаешь дом, а они тебе его строят через несколько месяцев Технологию строительства я тоже покажу Она впечатляет своей 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 примитивностью И ненадежностью То есть внешне все выглядит красиво, а внутри, ну Сами увидите Причем не то, что тут богатый человек может там заплатить побольше и себе дом из монолита отлить Тут это, по-моему, не делают даже богатые очень люди Строят все равно все из говна и пала Вот такая схема Специально дорожки прокладываются только для местных жителей, чтобы по ним чужие не ездили Что, конечно, общую транспортную сеть не разгружает Замечательный индивидуализм Ну, вот эти вот желтые трубы, это, по-моему, для газа или для оптоволокна Я забыл уже для чего, я на стройке никогда не работал Я работал в других местах Вот в сервисе, например, работал А на стройке не работал Вот такими тракторами будут какие-то, может быть, фундаменты врывать Они врыты все в землю У них есть подвальный этаж Это как традиция здесь такая Вот там лежат коллекторы бетонные Их тут привозят уже готовые Редко их на месте собирают А если собирают, то из панелей То есть единственное, что тут строят панельные в Америке Это коллекторы для ливневой канализации То есть ливневую канализацию у них перенять можно Вот умно все снивелировано Чтобы вода не застаивалась Луж в дождь нет Ну, дождь, как видите, был недавно Вон стоит лужа в отстойнике Но эта вот лужа, она уже кем-то спланирована Она здесь не случайная То есть это не лужа, потому что здесь там всем насрать И здесь просто все кинули И случайно получилось низкое место А лужа, потому что здесь ей отвели место Должна же где-то вода отстаиваться Так что тут нельзя сказать, что все в строительстве плохо Особенно, когда готовят площадку Вот это мне нравится, как они ее готовят Все очень капитально Вот такие два сделали От вала земли Ее соломой засыпали, видите Чтобы не пылило Чтобы экологию не загрязняло Тут на это есть стандарты Стройка обнесена таким, часто бывает Черненьким заборщиком из ткани Такой, чтобы сель не смывала дождями в реке Ну, недавно все это вели Вот здесь огромный отстойник Видите, вот эта бетонная, это его дамба То есть через нее переливается куда-то все туда Там видно какая-то речка Или там, не знаю, дома Чьи-то будет затавливать Но тут вообще это все очень планируется На городском уровне Я же на городские собрания хожу Я знаю, как там это все обсуждается Так что я, в общем-то, в курсе этих вопросов Куда что должно сливаться Какой объем воды Это все в проекте учитывается Не как там в Рашке, где богатый дом впердолили Денеги накосили А куда все потечет И где люди ставят машины И все это пофигу В зависимости от автомобиля здешней Она меня пугает То есть все раскатано под асфальт Вместо того, чтобы дети играли И сделали место, где взрослые паркуются Но у того района нету даже Своей детской площадки Вообще нету, ни одной То есть бедные эти тучи Этих черненьких детишек Они играют фактически всю жизнь на стоянке Замечательное детство Проблема бедных, конечно, это что Бедные вот такие вот профессиональные Они как бы получают эти талоны на жилье И главное, следующее поколение Оно уже как бы целится в эти же программы И те же талоны получают И как бы это такая профессия у них Вот у меня так не получилось То есть чтобы понять, как это все работает Требуется время Тут специально все так сделано А те, кто люди, так сказать, в этой теме Уже много поколений Они все эти программы знают И, конечно, многие злые языки Там расисты поговаривают Что они, ну, типа это черные Поэтому им все это делают проще На самом деле это не так Я могу показать население сблизи Просто я там не вижу даже этого населения Сейчас раннее утро, выходной Все отдыхают или не знаю чего Пьют, курят Не знаю Веселятся, телевизор смотрят, спят Много вариантов То есть никого вообще на улицах нет Кроме нескольких сумасшедших бегунов В городе Что и говорить Вот, да, тут у нас не как вражки Там песочек насыпали Из карьера такой хреновенький На него асфальтик накатали И типа все хорошо Тут очень так профессионально Втавливают, катками укатывают щебенку Тут технология строительства дорог Такая очень четкая Вот тут сушилку для белья выкинул Ну, так что за ее утилизацию надо бабки платить Ее вот просто здесь свалили на пустыре Ну, тут иногда бывает, как же без этого Вот такая вот красота Трактор стоит Куча камней Тут же эту площадку еще и взрывают Тут же рядом горы То есть перед тем, как эту площадку всю Бульдозерами раскатать Тут еще делают скважины В них закладывают взрывчатку И все это взрывают Чтобы можно было придать Служные склоны, сливы Чтобы все это не природа определяла А человек Я не знаю, хорошо это или нет Может быть надо с природой все-таки больше дружить И не взрывать так уж в наглую все скалы Потому что это все-таки нарушает Течение энергии Чи По земле Это сильно природу как бы уродует Вот такая вот красота Такие горы там вдалеке Ну, горки так, наверное, метров 150 По высоте Там военная база То есть вот там уже ее забор За белым забором Там такая же сточная канала Для ливневой канализации Такой отстойничек И за ним уже колючка этой самой военной базы А военная база в эту сторону повернута Своей самой неактивной частью То есть фактически лес, поле И ничего не видно И ничего нет Может какая-то там патрульная машина Проезжает раз в день по периметру Чтобы посмотреть, что дерево не упало на забор Что-то строят, может быть Хрен их знает Военные тоже чудят У них денег немерено Надо нагибать же страны разные Там всяких арабов под себя подминать Нефть у них отнимать Как же Достижения главной Америки Это же то, что они других нагибают А не то, что они своих граждан обеспечивают всем необходимым для жизни Да и граждане этим злоупотребляют иногда В общем, такие дела Вот такое строительство Вот такая красивая куча На которую я заходил И вот такая вот стройка Еще не заполненная домами То есть эти дома, они сделаны из палок и говна То есть вот этот балкончик, если он протечет То дом начнет гнить, надо вызывать там латиноамериканцев С герметиком, который тебе его замажет Или самим разбираться То есть все очень технологично, но недолговечно И требует постоянного ремонта Все эти крыши из этих асфальтовых клеточек Это как, не знаю, у наших мужиков рубероид на избах У нищих в деревне и то надежнее Зато смотрится хорошо Но эстетика, по-моему, в жизни не главная Главная надежность Что если ты там обеднел, потерял работу То твоя крыша все равно над головой твоя А тут такого нет, ощущения стабильности И это, конечно, меня пугает Ну, может еще что-нибудь поснимаю сейчас, ладно Короче До следующего выпуска Субтитры сделал DimaTorzok